В эфире Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен библейским апокрифам, еще уже, точнее, апокрифам о царе Соломоне и царице Савской. Что такое апокриф? Почему это не Библия? Сегодня об этом мы будем говорить с историком Михаилом Юрьевичем Рощиным из Института Востоковедения Академии Наук и с библиистом Павлом Валерьевичем Герасимовым. Но сперва давайте дадим слово, краткое видеоинтервью, Юрий Табак, специалист по иудеохристианским отношениям, библиист и знаток всего, что связано с царем Соломоном в том числе. Апокрифа – это греческое слово, которое во множественном числе обозначает «скрытые». То есть подразумевается литература, которая скрыта, которая сокровенна и которая в некотором роде тайная. А евреи от них категорически отказались, они настаивали, что они не должны включаться. И вот тогда смысл несколько изменился на звание апокрифа. Это уже были не скрытые книги, это были еретические книги, про которых прямо сказано, что читать их, собственно, запрещено, и они не играют никакой роли для вот такого еврейского образования. Ну а потом начали в дальнейшем происходить довольно сложные истории, не без примесей религиозно-политических конфликтов и обстоятельств, когда то апокрифы вот эти вот, они стали более популярны, они стали менее популярны. В частности, когда переводилось все с греческого, да, с греческого на латинский, вот, то эти апокрифы, они, собственно, пользовались популярностью. Но когда облаженный Иероним, великий отец церкви, да, и великий ученый-переводчик в IV веке начал переводить, начал новый перевод вульгаты с еврейского оригинала, то он и воспользовался вот еврейскими каноническими книгами. А те книги, которые вот были включены в Септуагинду, в греческий канон, он под конец оставил, он их всех выкинул в конец своего перевода и назвал их апокрифы. Это ценнейший материал для осмысления менталитета людей того времени, для исследования их религиозных воззрений, для исследования динамики этих религиозных воззрений. Если люди писали книги гораздо позже, чем, да, формировался основной канон, это значит, что в их мозгах, да, в их сознании было что-то новое. И тем самым мы можем проследить, что было в них новое. Потому что, например, зарождение христианства — это до сих пор важнейшая проблема, которая далеко еще не разрешена. Как, каким образом появились основные христианские идеи, как они выросли из библейской религии, были ли у них у христианства раннего эллинистические корни. И вот этот набор книг, который не вошел в каноны, но который относится к тому так называемому межзаветному периоду, как раз показывает, как шел переход религиозного сознания от классического библейского периода к новозаветному периоду в самых разных сферах. Отсюда же мы можем узнать о деятельности и о мировоззрении разных групп еврейских, которые читали в то же время, в частности, о кумранитах. Но надо сказать, что это очень важный материал, прежде всего, конечно, для исследователей, для ученых. Что касается религиозных кругов, то они, так сказать, следуют указаниям своих духовных учителей. И если, скажем, раввины сказали эти книжки не читать, они не являются священными, то они даже его, собственно, никто и не знает. Это говорил религиовед Юрий Табак. А теперь наши гости, как с вашей точки зрения, апокриф вообще, и вот тот апокриф, о котором мы собирались говорить, царь Соломон, царица Савская. Какое время и какое место? Я думаю, что вот то, что рассказано в Библии непосредственно, в Ветхом Завете, это третья книга «Царств» и вторая книга «Параллель Пимон». Там примерно одинаково об этом рассказано. Это такой краткий отчет о том, что реально произошло. То есть, я думаю, сам факт визита царицы Савской, очевидно, был. Потому что, если бы его не было, то отчет не сохранился бы. Потому что просто так придумывать эту историю, очевидно, было бессмысленно. Я так думаю. Но, с другой стороны, для иудейской традиции, возможно, здесь было некоторое испытание, потому что она же была не еврейкой, не иудейкой. Но, правда, приняла Единобожие. И в конце отчета, что говорит третья книга «Царства»? Она говорит, что она получила, царица Савская, от Соломона все, что хотела, и удалилась в свою сторону. И дальше уже мы должны смотреть, в какую сторону она удалилась, так сказать. Сабейское царство, как известно, находилось в Йемене. Ну, предположительно, на территории современного Северного Йемена, северной части Йемена. Вот, там столица Мериб была раскопана, в конце концов. Но известно, что Сабейское царство достигло высокого развития, поэтому Сабеи, так же, как древние греки и финикийцы, основывали колонии, но они основывали их на территории современной Эфиопии. Они ездили туда, там основывали свои колонии. И поэтому, вот, ну, по крайней мере, так я думаю, что вот эта версия, что действительно царица Савская, как ее называют Эфиопы, Македа, она прибыла из Эфиопии. И поскольку край там был благодатный в те времена, вот, привезла много ценностей, и дерево, которое не горит, вот, и еще какие-то разные другие драгоценности, которые царь Соломон использовал для строительства храма. Так все-таки, где начинается, где заканчивается библейский рассказ, вот то, что вы сейчас описали, начинается апокриф. Вообще, этот апокриф какого времени? Дохристианский, послехристианский? Потому что об Эфиопии в православной России, мне кажется, такой традиционный подход, что это что-то очень сказочное, что-то очень заветное. Как говорил Никита Алексеевич Струва, вот, католики, если формально, может быть, и не еретики, а в реальности еретики. А Эфиопы формально еретики, а в реальности наши, православные. И в Музее иконы в Москве сейчас отдельный зал с эфиопскими иконами, очень трогательный, такой примитив, наив. И это вызывает жгучий какой-то интерес. Вот этого витамина какого-то наивного не достает. Вот такой вот апокриф, на ваш взгляд, Павел Силович, это такой наив? Ну, я бы по-другому посмотрел на это. Вот у нас есть Новый Завет, он не существует сам по себе. Он сопровождается толкованиями, объяснениями, историческими рассказами, святотическими поучениями. Ветхозаветная Церковь — это тоже богооткровенная Церковь. Она тоже была истинная Церковь до пришествия Христа. Трудно поверить, чтобы священное описание иудеев тоже существовало совершенно обособленно и никак бы не сопровождалось какими-то комментариями. Вот библейские апокрифы ветхозаветные, чтобы их отнов заветных отделить, это, очевидно, какие-то дошедшие до нас такие вот записи иудейского предания, древней иудейской Церкви. Ну и, соответственно, раз эта история отражена в Библии, она, безусловно, интересна. Эфиопия — известная страна и в древности, ну а на Руси интерес к ней, безусловно, был большой, потому что это Восток, это вот что-то таинственное. Христианская топография космоинди-каплевса, там все это вместе укладывается, выстраивается в такую вот красивую картину, которая описывает там историю от сотворения Адама до современных времен. Насколько реально притязание, ну не притязание, а разговоры эфиопов самих, что их церковь наиболее древняя и лучше всего сохранила предания и традиции, включая, кстати, обрезание, насколько я понимаю? Ну вот я думаю, это как раз лежит в основе, ну я не знаю, как сказать, мифа символического пространства, которая была сформирована вот этой, то, что изложено в эфиопской хронике Гебра-Негаст, о том, что царица Савская, которую звали Македа, что она действительно ездила к царю Соломону, вот, и на самом деле хроника рассказывает намного больше, чем сказано в кратком тексте Библии. То есть были загадки, было испытание мудростью, и что действительно вот это... Ну, кстати говоря, в самой хронике сказано, что царица почему поехала? Она поехала, чтобы набраться мудрости. Она слышала об особой мудрости царя Соломона. Именно вот это как бы была сверхзадача. Ну, а дальше уже было какое-то общение, то есть действительно были большие пожертвования со стороны царицы Савской на строительство храма. Вот, и дальше там, где Библия умалчивает, замолкает, вот Кебрана Гаст рассказывает, что на самом деле они не только встретились, но у них было и более тесное, так сказать, общение, и в итоге она вернулась беременной. В Аксум, это древняя столица Эфиопии, и там родила мальчика. То есть мальчик родился от царя Соломона, и далее, ну, далее уже начинается какой-то новый ряд, который до конца как бы нельзя проследить, но тем не менее какая-то реальность в нем есть. Я сейчас объясню, почему. Потому что мальчик, когда подрос, то царица Савская послала его к отцу, к царю Соломону. Он у него побывал, получил благословение, и вернулся с аудейскими вот священниками, которые, и это, кстати говоря, вот имеет определенную реальность, я имею в виду фактическую, потому что вот Филаши, про которых мы все знаем, Михаил Юрьевич, я от имени слушателей и зрителей прямо скажу, не знаю. А, Филаши – это черные евреи, проживавшие на территории Эфиопии, сейчас они в основном репатриировались в Израиле, но тем не менее они жили в течение, можно сказать, тысячелетий на территории Эфиопии, и считается, что вот они пошли от тех иудейских священников, которые прибыли вместе с сыном царя Соломона. Я понимаю, там наверняка есть большой мифологический пласт, но тем не менее есть определенная реальность. Частично она подтверждается и генетическими исследованиями. О! Да. То есть ДНК-анализ... ДНК-анализ не до конца, но тем не менее показывает, что определенная связь есть. Не такая тесная, как с остальными группами евреев, но тем не менее. Как интересно. Но ведь в повести временных лет, собственно, первая вся часть, огромная длинная преамбула, она увязывает древнюю историю Руси с ветхозаветной историей. И в последующих рассказах все время идут как бы параллели, что вот то, что было при царе Соломоне, потому что междоусобицы и так далее были всегда. Означает ли это, что для людей Древней Руси или Древней Эфиопии вот такая увязка себя со священным писанием это, собственно, способ как бы вписаться, вообще понять, кто ты в мире? Ну да, разумеется. Если взять слово митрополита Илариона Киевского, то, конечно, он тоже связывает крещение Руси с общим действием промыслов Божьего и вообще с распространением откровения на земле. И повесть временных лет она следует этой схеме, ну не схеме, скажем, вот этому миру представления, что, конечно, Господь должен был распространить откровения по всей земле. Для всех народу вот наконец настало время России. Соответственно, Древняя Русь должна была найти свое место вообще в общемировой культуре и, так сказать, во всемирной истории. Это у нас сейчас история такая вот, она научная, скажем так, светская. Раньше-то воспринимали это все как всемирную историю, от Адама до настоящего времени. И, соответственно, это вот такая вот линия непрерывная, логичная, так сказать. А поскольку история – это многоплановый такой вот контекст, то, соответственно, вот все эти апокрифы, они дополняли многие вещи, которые в Библии не рассказываются. А вот как дополняли? Ведь в Евангелии царь Соломон, если я не ошибаюсь, в отличие от царя Давида, упоминается в довольно своеобразном контексте, в Нагорной проповеди, что посмотрите на полевые цветы, они красивее, чем царь Соломон в своих парадных одеждах, и все-таки пойдут в сено Солома. Ну вот и получается-то как раз, что вот этот вот эфиопский апокриф, он как раз укладывается в общую библейскую историю. Ведь в книге царства там не говорится имя царицы Савской, не потому, что ее не знали, а потому, что это была такая фигура, объяснять, рассказывать об имени ее не было смысла, ее все знали. Это была настолько вот великая фигура, что она удостоилась чести войти в библейский рассказ, что даже царица Савская она пришла и, так сказать, искала мудрости у Соломона и нашла ее. То есть Соломон оказался мудрее даже вот такой знаменитой в древности фигуры, о которой уже, так сказать, история дальше вот в небиблейских странах она уже потеряла ее, так сказать, в полной мере, сохранила только Библию. Это вот первый, как бы, такой вот шаг. Второй шаг — это пророчество о том, что Эфиопия прострет руки своих богу ветхозаветные, а дальше уже, соответственно, Новый Завет, когда Евнух царицы Кандакии, вот он получает крещение непосредственно от апостолов. И вот эта вот вся история, она выстраивается. То есть вовсе не Руси и Эфиопия избранный у дел Божий. Ну, все страны избранные у дел Божий. Я просто вот хотел добавить, я думал на эту тему, почему действительно в Библии царица Савская не названа, да, по имени. Хотя как раз вот у арабов, но правда надо иметь в виду, что сабийцы — это были не арабы, это был народ южноарабийский, тоже семитский, но другой. Вот. У арабов, я думаю, это по традиции идет еще от сабиев, вот. Она называется Балькис, то есть имя есть. У эфиопов, как я говорил, царицу звали Македа. Вот. А в Библии не названо. Я думаю, почему? Потому что отношение иудаизма, оно было такое достаточно осторожное к самому образу. Почему? Потому что царица все-таки была не еврейкой, да, то есть, скажем, в этом смысле образ Суламиф играет более важную роль. А поэтому называть еще ее по имени, может быть, считали излишним, но действительно нигде не названо ее имя. Я вот обращал внимание на этот факт, мне кажется, это с этим связано. В Новом Завете, в Евангелии от Луки, сказано «царица Южная». Это о царице Савской? Да, это о царице Савской. И, как мы знаем, Иисус придает ей колоссальное значение и говорит, что вот царица Савская придет свидетельствовать. То есть, видите, воспоминания о самом визите, тем не менее, в недрах Израиля и еврейского народа жило всегда очень глубоко. Минуточку, я прошу прощения, дикий человек, свидетельствовать о чем? Вот царица Савская в Евангелии от Луки, если уж это одна и та же фигура. Как же, Соломон же, это образ Христа. Она пришла поклониться тому, кто получил мудрость от Бога. Это как бы такой образ поклонения, если говорить условно таким обобщенным языком, это поклонение светской мудрости, поклонение церковной мудрости, поклонение человеческого разума, божественному откровению. Там же подчеркивается, что он не от себя эту мудрость получил, он его испросил от Бога, и его мудрость — это фактически мудрость, дарованная им Богом. Поэтому она пришла к нему, и вот эта божественная мудрость оказалась превосходящей человеческую мудрость. Поэтому эта фигура не просто историческая, это фигура и нравственная, и во многом догматическая, и вот эта ситуация такая нравоучительная. А для спасителя тогда царица Савская — это кто-то, кто должен... И вот идет сравнение Ветхого Завета с новозаветными событиями, и, соответственно, царица Савская как представитель такого неверующего языческого мира приходит в Иерусалим, где есть истинная религия, и она признает, она покоряется этой мудрости Соломона. А тут уже не Соломон, а сам Христос. И представители не языческого мира, а фарисеи-книжники, которые, казалось бы, вот они представители этого, носители этой истинной религии, и они отвергают. То есть можно сказать, что для спасителя царица Савская — это символ языческой цивилизации, которая вперед к книжнику и фарисею. Ну, конечно, кто является царицей Савской непосредственно для спасителя, так вот прям в такой формулировке, трудно сказать, нужно лучше у него спросить. Но, по крайней мере, вот если анализировать тексты и традицию церковную, то да. А насколько значимо, я прошу прощения, что царица Савская — царица, а не царь? Потому что ведь общество патриархальное все-таки той эпохи. Ну, вот считается, что как раз это было временем матриархата. Это ведь X век до Рождества Христова, не будем этого забывать. То есть это очень древнее время. И тогда такого общества патриархального в классическом смысле еще не существовало. Особенно вот в тех регионах, то есть в Южной Аравии и, я думаю, в районе Аксума, то есть на территории современной Эфиопии. Так что то, что она именно была царицей, это как раз интересный знак. Для меня всегда это образ царицы Савской одновременно очень такой яркий символ того, что Библии на самом деле тоже свидетельствуют об определенном равноправии и полов. И как раз вот то, что этот образ царицы оказался настолько живым, что он со времен царя Соломона и, скажем, до эпохи появления Иисуса Христа, да, вот его явление, вот, и, кстати говоря, в арабских легендах и в исламе, в мире ислама играет колоссальную роль. Так же, впрочем, как и сам царь Соломон, которого мусульмане называют Сулейманом. Это понятно. Но все-таки ведь для среднего читателя, к числу которых отношусь и я, в Ветхом Завете самое проблемное – это София, книги «Премудрость», вот эти гимны «Мудрости». потому что гимны есть, а когда ты начинаешь читать сами книги при мудрости, то холодок бежит по коже. Разум оторока на спине его. Ну и какие-то мудрости, я бы сказал, такие прописные, вот, что не ходи к богачу на праздник, всяк смерчок, знай свой шесток. И такое ощущение, что гимны «Мудрости», они вот сами по себе, они имеют мало отношения к тем, в общем, довольно… Я понимаю, что три тысячи лет назад идея, что «Молчи, за он его сойдешь», она была новой и оригинальной. Но все-таки, что такое мудрость для Библии? Вот суд царя Соломона, здесь понятно. Это остроумно, хотя я не думаю, что это специфично для Библии, вот рассказ о ребенке и попытки его разрубить. Но что такое мудрость в представлении древнего библейского автора и древнего эфиопского и вот наши современные? Это же разные вещи. Я так вот не берусь прямо уж сравнивать современного и древнего автора. В принципе, люди всегда одни и те же. Конечно, меняется культура, но по большому счету человек один и тот же остается. Не знаю, вот если говорить о священном писании, вот эти книги «Премудрость» это же не только одна, там их несколько, целый блок. Действительно, при прочтении выясняется, что это просто набор из, в некоторых случаях, это цитата из высказывания умных лиц. Зачем они в Библии? Наверное, чтобы это понять, нужно вообще на священное писание в целом, как на книгу, на такую вот систему посмотреть. Священное писание говорит о спасении. Это спасение, такое вот очень сложное понятие, ну и хотя и простое, конечно. И вот в частности, наверное, если говорить о книгах «Премудрость», это такие книги, где высказываются очень простые житейские истины, следуя которым можно достичь спасения. Это вот, если попытаться, наверное, сравнить, как, наверное, отцы говорили о философии Платона, Аристотеля и древнегреческой, что это такая вот, ну, как сейчас говорят, рациональная естественная теология, это как бы такое естественное откровение, о котором апостол Павел в послании к Римину в первой главе говорит. И что эти философы, они не говорят ничего про противоположное христианская истина, в таком вот познании мира, не во всем, конечно, вот, можно сравнить так, что вот это вот поучение этих древних людей, это те истины, которые взяты из вне библейских источников, но которые в целом говорят в том же, так сказать, откровенном ключе, в том же божественном откровении. В том же божественном откровении. Да, я вот хотел добавить, но мне кажется, что здесь важный аспект мы не должны упускать. Дело в том, что, во-первых, при царе Соломоне началось строительство храма, да, так сказать, вот. И кроме того, царица Савская, когда она прибывала к царю Соломону, она же ведь исповедовала, в их земле исповедовали культ Солнца и Луны. Это вот по апокрифу в священном писании об этом нету. Ну, в священном писании тоже, тем не менее, намекается, что она приняла единобожие, и что это именно вот, то есть, понимаете, тогда мудрость у нас получается это принятие теистических воззрений, принятие единобожия, то есть, монотеизма, я извиняюсь, вот, и это, конечно, очень важный такой аспект, который я бы не стал забывать. И я бы еще подчеркнул, это как раз рассказывается в эфиопской хронике Кебра-Негаст, что вот позднее уже, это уже произошло после первого визита царицы Савской, когда сын туда ездил, что удалось вывести Ковчег Завета. Ну, это как бы остается такой большой загадкой, но тем не менее, Ковчег Завета до сих пор хранится в одной из церквей Аксума, это действительно так, поэтому... Михалыч, может, вы скажете по утверждению эфиопов? Да, 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 я и говорю, да, естественно, это они говорят, да, это вот в соответствии, во-первых, с хроникой Кебра-Негаст, но Кебра-Негаст, она считается не апокрифической хроникой для эфиопской церкви, а вполне такой вот, как бы, то есть, вот здесь как раз вот переходит та грань, как мы с вами говорили, между апокрифами и действительно каноническими текстами. Кстати говоря, вот я в этой связи, когда готовился в передаче, я вспомнил, что Владимир Николаевич Лоски, он как раз подчеркивал эту связь, какую вот играют апокрифические тексты, скажем так, второго ряда в формировании христианского предания. Я думаю, это очень важный аспект. Вы понимаете, вот если уж всплыло ко всему экзавета, то тут любой слушатель, ну, нормальный, сразу вспоминает кинофильм соответствующий. Вот. Почему? Начиная с Хаггарда, копия царя Соломона. И там, естественно, две горы, грудь царицы Савской, вообще, вот они, сокровища царя Соломона, наконец нашлись. И это вошло в массовую культуру. Человек Библии не читал, но про Индиану Джонса и копчег завета все знают. А что такое массовая культура? В порядке гипотезы, это культура, ориентированная на власть, культура, ориентированная на богатство. Копчег завета или копье, которым пробили сердце спасители, для них это прежде всего не воспоминание о страстях господних, не воспоминание о исходе, как прохождении чудесного спасения из египетского рабства. А это наоборот, это символ земного успеха, это как вот магические какие-то свитки или драгоценные камни. Вот у тебя это есть, и ты царь вселенной. Это же язычество, как я понимаю, потому что человек чувствует себя Богом. На этом вся концепция фильма построена. Что тогда эфиопский автор вкладывает? Вот у эфиопов ковчег завета, говорят они. Что это прибавляет к самосознанию эфиопского православия? Христианство. Ну, наверное, тут Михаил Юрьевич лучше ответит на этот вопрос. Но я бы так ответил, что вот в Библии судьба ковчега завета, она непонятна. Он там исчезает во время Вавилонского пленения и все. Что с ним дальше, это все непонятно. Но никто не рвет на себя волосы, насколько я понимаю. Очевидно. У остальных его нет. А тут у нас есть. У кого-то есть венец спасителя Тернового, у кого-то гвозди. Это совершенно естественно говорить об обладании, можно сказать так, христианской религиозной святыней. Это нормально. Да нормально в этой истории, пожалуй, как яблоко съели, все закончилось нормально. Если перевести в русло апокрифов, то, конечно, апокрифы сообщают массу таких подробностей, которые в священном писании никак. Но в священном писании это не универсальная энциклопедия. Это очень сжатое повествование о том, что вот железно необходимо для спасения. Его невозможно усвоить без каких-то комментариев. А эти комментарии необходимы. Мой вопрос скорее о духе. Вот вы говорите нормально. Но ведь до, наверное, четвертого века, поправьте меня, не было ни почитания мощей вот такого, который развернулся в раннее средневековье и дошел даже до наших дней, не было такой охоты за святынями, за теми же гвоздями, за крестом Господним. Никто не озабочивался это искать. А потом вдруг как взрыв вот такой культ реликвии. Значит, ну что же, первые христиане первого, второго, третьего века в дурее нас. Они без этого жили. У апостола Павла мы ничего об этом не найдем. Только о духе святом все как-то, да, о духе святом. И, значит, чуть-чуть другое христианство. Да, но я думаю, что все-таки к ковчегу завета это не имеет прямого отношения, потому что ковчег завета это, я бы сказал, ну, для эфиопской церкви это скорее такой символ того, что церковь древняя, что действительно традиция восходит к царице Савская, через нее к царю Соломону. Вот, видите, насколько этот ковчег, ну, копия ковчега хранится, кстати говоря, в разных церквах, в принципе, во всех церквах эпиопской церкви, вот, хотя есть как бы главный, который вообще скрывается, и действительно он сам вот главный ковчег, он сокровенный, и про него ходят тоже разные истории, но тем не менее очевидно, что он существует. Вот, а то, что стали почитать уже, скажем, гвозди, еще мощи и так далее, это, мне кажется, все-таки прямого отношения к самой идее, потому что ковчег это символ единобожия, в конечном счете, понимаете, и для эфиопов это важно. Дело в том, что, конечно, мы как бы забываем, что разные районы, разные народы, они развиваются с разной скоростью, поэтому вот эфиопы и те же жители юго-аравийского полуострова, они были, безусловно, в свое время более развитые, чем многие соседние народы, но впоследствии каким-то образом отстали. Я прошу прощения, Михаил Юрьевич, все-таки, чтобы лучше понимать библейские рассказы о царе Соломоне, я правильно предполагаю, что вот это вот как бы дубль царь Соломон и Хирам, финикийский царь, правитель наиболее развитой цивилизации, своего рода британцы бронзового века, а с другой стороны царица Савская, то есть вот север-юг, и в этом смысле царь Соломон, рассказ о царе Соломоне, что ему царь Хирам присылал, царица Савская приезжала, но это как в каком-нибудь провинциальном городке говорят, а вот у нас из Москвы приезжали, то есть это бонус в пользу иудеев, это Иерусалим, это израильтяне пытаются набрать себе плюсов, апеллируя к более развитым в 10-м столетии цивилизациям. Вот мы даже с финикийцами торговали, у нас даже царица Савская была, то есть это вот британская королева в Австралию приезжала, и мы перед ней танцевали. Кто тут лидирует в представлениях 10-го века? Ну да, однозначно, если посмотреть на карте, то иудейское, там, израильское царство, что оно там такое, по площади, очень небольшое. А Сабейское больше? Я просто очень плох в географии. Ну, Египет, по крайней мере, Междуречье. Побольше, да, побольше. Там, просто другого уровня государства, и тем не менее, вот, приятно, когда приезжают все-таки из столицы. То есть, это как апокриф о Марии Магдалине, которая ходила к императору Тиберию, якобы, была принята. Тоже вот, как бы, и мы не обсевок в поле. Нас император принимал. Ну, как вот сказание о том, что Сталин приходил к Блаженной Матронушке. Вот. Ну, тут сразу такие три разные области в одно. Ну, я имею в виду простое. Это вот народные рассказы, баяны, говоря языком определенных субкультур. Но ведь апокриф – это баян или нет, Михаил Ильич? Ну, да, нет, здесь есть, конечно, какой-то элемент, вот, то, что вы говорите, апокрифы, они с... Ну, я бы сказал так, что с одной стороны иногда они содержат какие-то назидательные элементы и действительно вот рассказывают чуть больше, чем, допустим, дает сжатый текст. Ну, вот, скажем, в отношении встречи царицы Савской с царем Соломоном, я бы его назвал протокольный такой, очень такое сжатое, четкое изложение библейское, да? А с другой стороны вот какие-то дополнительные подробности, скажем, на той же Руси были известны вот текст вот судов Соломоновых, где, во-первых, рассказывалось действительно о судах, как он судил, и, кстати говоря, и о загадках. Пересказ Библии или дописка Библии? Дописка, но вопрос, какая дописка, то есть там действительно рассказывается то, что было, но просто не вошло в основной текст, вот, или же в отдельных случаях, возможно, и то, чего не было, но то, что хотели бы видеть авторы. Я думаю, поэтому православное предание, в частности, старалось как-то отделять, да, вот, ну, и католики этим занимались, и протестанты, вот, говорили, что есть хорошие, как бы, тексты, которые можно читать, ну, видите, там, допустим, апокрифы, их нельзя читать во время службы, но за пределами службы ведь допускалось, и таких апокрифов как мы знаем, ходило на Руси множество, которые люди читали. Но, если был спрос, который удовлетворялся вот этим предложением романов, то встает вопрос, а чего нету в Библии, что есть в апокрифе, что дает апокриф от царя Соломония и царя Засавская, и чего не дает, вот, краткая хроника Третьей книги царства. И может быть, вот я просто, совершенно со стороны позволю себе предположить вот что, потому что в Евангелии, да, пожалуй, что и в Ветхом Завете, цари, это все-таки всегда немножечко с горчинкой, да, спаситель из рода царя Давида, но все-таки он от Матери Божьей, он от Духа Святого, Иосиф, ну, какой он потомок царя, он, ну, архитектон, вот, то есть, он бессильный, а царь в Евангелии, это Ирод, его сын Ирод, ну, и все прочие, то есть, царь это что-то все-таки не очень хорошее, и это есть в Библии, когда людей требуют себе монархию, как у других народов, то им через пророка Господь говорит, что вы плохо понимаете, чего требуете, от царя вам будет очень плохо, он будет брать налоги, тиранить вас, мытарить, и в этом смысле он будет хуже, нет, давай царя, и вот апокрифы, они же тоже очень в этом смысле ориентированы на власть, и на власть на земную, на деньги, на богатство, и царица Савская в этом смысле, она все-таки символ не небесной Софии, а это тоже какая-то жажда вот где-то за три девять земель, Шамаханская царица, Китишград, это же тоже какой-то вариант утопии, и утопия не христианская, может быть, даже антихристианская, то есть тут спасение благодатью, оно уходит, и спасение от чего? от денег, от реликвий, от магии, от мудрости. И тут надо все-таки разделить апокрифы ветхозаветные и апокрифы новозаветные. Все-таки в Ветхом Завете, если говорить о распространении откровения, то оно было связано во многом и с материальным благополучием, и с такой физической силой, в силу того, что еще не было благодати. И, соответственно, ветхозаветные постановления, вот эти вот богооткровенные, Синайский закон, который Господь даровал Моисею, и потом дальше он его дописывал, додиктовывал, гражданско-уголовно-правовой кодекс, религиозный кодекс, помимо десятословия, он достаточно жесткий, потому что там не было внутренней преображающей силы, которая могла бы, как в христианстве, покаяние, благодать внутренне не действовала. Там этого не было. Поэтому надо было все очень жестко выстроить именно в таком земном плане. И земное величие это было явное проявление божественного благоволения. Вот отсюда вот такие сказочные рассказы. Конечно, евангельский текст он другой совсем. Он говорит о внутренней силе, о внутреннем преображении. Но если говорить о том, что апокрифы дописывают, вот они дописывают те подробности, которые, в общем, необходимы любому читающему Библию. Вот есть в Библии рассказ. Там все очень просто. Царица Савская пришла к Соломону искать мудрости, они обменялись подарками, и она ушла. в таком виде этот рассказ непонятен сам по себе, недостаточно понятен. Он требует пояснения. Это пояснение не могло не сохраниться. Это все равно как вот вот если взять опять же иудейские древности Иосифа Флавия. Вот он тоже там дописывает. Он откуда почему эта дописка необходима? Потому что это пояснение, это толкование. Без них невозможно понять до конца в той мере. И я просто хотел добавить вот к тому, что сказал Павел Валерьевич, что очень важно, что и Кебра на Гаст об этом прямо сказано вот в этой эфиопской хронике, что она пошла не просто дары ему привезти, потому что дары в конце концов привозил купец Тамрин, который регулярно ходил, и собственно говоря купец Тамрин, эфиопский купец, который вернулся, он каждый день беседовал с царицей Савской Македой и рассказывал ей, какой замечательный царь Соломон и какая у него великая мудрость. Это не то же самое, что, извините, сказка о царе Солтаре, потому что звучит ужасно похоже. Ну я рассказываю, да, тем не менее. И во лбу звезда горит. И она перед тем, как она своим подданным объяснила, что она идет за мудростью, что именно ее и поскольку мы знаем действительно, что она приняла единобожие, благодаря беседам с царем Соломоном, то, в общем, это был такой серьезный шаг. Но тут прав Павел Валерьевич, который говорит, что все-таки это еще ветхозаветный период, это не новозаветный период, поэтому там осознание всех этих истин, оно шло все-таки на другом уровне, то есть это была, ну говоря современным языком, можно сказать, ветхозаветная церковь. А я прошу прощения, потому что когда было интервью с Юрием Тобыхом, там у него в библиотеке мелькнула книжечка с надписью Шулхана Рух, а ведь это же в сущности аналог, ну поправьте меня, если ошибусь, домостроя. Значит, и в православии, в российском есть эта линия устойчивости, внутренней. Конечно, как же. Так что же, оказывается, благодать... Если благодать это сила, то это сила. Эта сила проявляется не в бесконечных болезнях, насморке, чиханиях и не в состоянии подняться с адра. А в том, что твердая рука берет розги и порет ребенка. Ну как же благодать? Если ребенок тоже сильный, то, конечно, он нуждается в соответствующем воздействии. Минуточку. Дети делятся на сильных и слабых. Характер-то разный у людей. Бывают люди, которые понимают намеки, а бывают, которым нужно сказать прямолинейно. Сказать или шлепнуть? Ну, все зависит от того, насколько он... Вот современная психология говорит, что многие дети обладают пониженной, допустим, чувствительностью вестибулярного аппарата. В детстве, пока они растут, это воспринимается как норма. Их не тошнит в автобусе, так сказать, все нормально. Но когда они вырастают, эта пониженная чувствительность вызывает определенные реакции, им требуется этот вестибулярный аппарат стимулировать. И они тогда занимаются экстремальными видами спорта. Отсюда и, соответственно, вот... Розги, где тут всплывают? Если человек не понимает слов, надо объяснить ему так, что он понимает. С каждым надо говорить на своем языке. По присутствии библеиста и историка мне очень много... люди не слова понимают. Я, конечно, не за розги. Нет. Но, минуточку, ведь это же тема... Мы говорим о культуре средних веков, правильно? Она точно закончилась? Потому что были сигналы, что они продолжаются. Ну, я, конечно, у меня есть своя концепция. Я считаю, что в православной церкви всегда средние века. Так. Это вот как бы, так сказать, вот такое вот... Это всегда средние века. Ой, поясните, это безумно интересно. Ну, как? Вот эта средневековая культура, это и есть вот как бы... То есть, она как бы нормативна? Да. А какая средневековая культура? Отец Георгий Флоровский считал, что бизантийская, а русскую он глубоко презирал. Ну, это уж... А для вас русская или византийская? Или это одно и то же? Это Георгия. Нет, они разные, конечно, эти культуры. Они схожие, но очень разные, потому что византинизм это не национальная культура, это универсальное понятие. Так. Вот, так сказать, есть замечательная книжка, сборник статей, которую написал первый учредитель и первый ректор Московского православного института Иоанна Богослова Игумен Иоанн Аганонцев. Вот он там как раз об этом пишет, это очень такие концепты. Он сам закончил выпускник исторического факультета МГУ, и он как историк очень интересно пишет вот об этом. Да, я понял. Византинизм, конечно, это такая универсальная культура, это образ мысли. А русская православная культура, она что, партикулярная, частная, провинциальная? Нет. Чем она отличается от византийской? Ну, тем, что она русская, тем, что там отсутствуют какие-то национальные греческие черты и вот преемства с Римской империей, допустим, которая... Но Иван Грозный писался в потомке Цезаря Августа. Ну, разумеется. Почему разумеется? Вы же не посидуете, да? Потому что, я помню, что еще в повести временных лет где-то говорится, или еще в какой-то вот такой вот древнерусской литературе о связи русских, о такой вот преемственности вот по крайней мере византийских и дальше государя, в честь византийских императоров. Конечно. Ну, вот князь Владимир берет имя в честь византийского басилевса Василия. Но вот мы опять возвращаемся тогда к царю Соломону, к Ветхому Завету, потому что Евангелие это взрыв благодати сущности, это уничтожение храма. Царь Соломон его строит, его с трудом восстанавливает, прости господи, и рот, вот, а теперь разрушен. И это воля Божия. Да. Но значит, это какой-то разрыв с психологией, ну, как описать психологию царя Соломона? Триумф? Ну, иудейский народ и потом вообще человеческий род, он многократно нарушал тот завет, который заключался Богом. И Господь каждый раз восстанавливал этот завет. Вавилонский плен, конечно, в пророчествах отражен, но могло и не быть, если бы люди бы иначе поступали. Это как бы план Божий вот идеальный, а потом начинается отклонение, и каждый раз это выстраивание нового плана спасения. но все-таки мне кажется, ну, вот то, о чем вы и говорили, что царица Савская в Евангелии это символ какого-то качественного прорыва. Это не просто... Она же приходит поклониться не Ироду, во всяком случае, в интерпретации спасителя. Вот. Она приходит поклониться Мессии. Да, да. Да, совершенно верно. Значит, это уже не земная власть, а власть небесная. Да, да. И вот тогда я еще раз спрашиваю, не происходит ли измена вот в таких текстах, как апокрифу царя Соломония, не происходит ли тут измена собственно духу откровения Аврааму, откровения завет, заключенные с нищим, бродягой, скотоводом. Вот. Они родили в какой-то момент великое израильское царство, но все-таки считать, что плен это просто наказание за какие-то... что детей мало пороли. Вот. Это все-таки откровение ведь о другом. Спасение оно, ну как, блаженно нищие духом. Царство Божие чье? Изгнанных, а не обретших царство. Мне просто кажется, что когда люди читают и смотрят вот фильмы Индиана Джонса Ковчег Завета, там ведь пафос в чем? Что не нужен этот Ковчег Завета, не нужно это копье Христово. Что вот Гитлер за ним гонялся, нацисты за магическими какими-то предметами гоняются. А наша вера, она не в Ковчеге, не в святыне, она в Духе Божьем. И вот поэтому апокрив он апокрив, Слово Божие это Слово Божие. Нет? Ну просто есть разные апокривы, есть апокрив, а есть апокрив, есть апокрив и приличные, есть неприличные, если так говорить. Если брать Новозаветные апокривы, то, допустим, протоевангелие Иаковы, это апокрив, но там все прилично, он вошел в предание, иконография Рождества связана с ним непосредственно, то есть это текстуальный источник, который объясняет, а есть неприличные апокривы, где там Спаситель выступает в роли карающего судьи, там детство, Евангелие детства, когда там Спаситель хлопает в ладоши, и мальчик, там сын раввина умирает. Вы только что проповедовали порку, и теперь вам не нравится, что ребенок умирает Нет, извините, давайте мы не будем, мои слова переначивать. Я шучу, шучу. Да, это вот у Рожде, конечно, такая тема, стоит только сказать, и все, и уже клеймо на всю жизнь. Я понимаю. Не сердитесь. Я просто хочу ясности. Все-таки, где заканчивается закон и начинается благодать? Ведь вот этот рассказ о встрече царя Соломона и царицы Савской, мне кажется, это вот как раз встреча двух полюсов человеческого бытия. Если в Ветхом Завете царь являлся носителем этой благодати. Он являлся. Конечно, почему она не приходит поклониться мудрости, допустим, пророка Самуила или там другой аналогичный царь. А потому что вот там другая была жизнь. Там цари приходили к царям. Можно с этим спорить, но вот это так оно и есть. А это не просто царь. Она не как к царю к нему пришла, а как к обладателю особой какой-то неслыханной мудрости. Мудрых царей там хватало в этом мире. А это была какая-то особенная, которая вот что-то в этой мудрости было такое, чего не было у других. Вот она к этому и пришла. То есть этот рассказ можно увязывать с книгой «Премудрости» Соломона и Секклезиаста? Ну, я думаю, что да. Вот Павел Валерьевич правильно сказал, обратил внимание на этот момент. Для меня это тоже это как бы символическая встреча, да? двух людей. И это все-таки прежде всего получение мудрости. И действительно, почему, я думаю, какая-то истина вот в этом апокрифе, как бы мы его ни называли, кебра на газ есть, что все-таки Эфиопская церковь, она действительно является одной из древнейших христианских церквей. И она себя мыслит именно как восходящий к этой встрече царя Соломона и царицы Савской. Это один момент. И потом, вот эта проблема черных евреев, филашей, про которых я говорил, которые, тем не менее, тоже появились очень давно. Вот. И поэтому, явно, что все это имело какой-то особый, в этом плане, провиденциальный смысл. Для верующего человека насколько вот эти два образа великий царь, ставящий великий храм, вот, и мудрость воплощенная, которая, оказывается, идет к храму, для верующего человека, это вот тогда символ действительно Христа? Ну, как про образ, я бы так сказал, поскольку тогда-то еще, как бы, люди Христа не знали, поэтому это, скорее, некие такое предварение, некий путь и некий подход к этому. А вот можно про образ? Осталось у нас буквально пару минут, а все-таки Апокриф, я не знаю, Мастер Маргарита, вы же тоже, наверное, с восторгом в свое время читали Мастер Маргариту? Да, да, да. Вот Павел Валерьевич я же не уверен. Нет, я читал. С восторгом. С восторгом. Потому что мы промежем поколении тоже, да? Ага. Вам эта книга помогла прийти к Христу или вы раньше уверовали? Ну, она вообще даже никак не связана с этим. То есть для вас связи не было? Нет, не было никак. Как интересно. Ну, это был восьмой класс. Мы читали в распечатке со своим другом, ужасно смеялись. Вот. Я, в общем, практически с тех времен помню текст хорошо. Вот. И перечитывать... Можно, конечно, перечитать. Нет, я перечитывал как раз года два назад. Вот. Но уже другое было впечатление. Надо еще разумеяться. А вы уже были верующими? Да, разумеется. А у вас есть какая-то книга, которая вот для вас, вот как этот апокриф, колокольчик, предвозвещающий встречу с Духом Святым? Ну, кроме Евангелия. Это уж сама встреча. Ну, вы спрашиваете о моем личном пути к Богу. А культурно? Вот культура – это путь к Богу? У меня другая была схема. У меня это все было в области личной перестройки. Это было связано со всякими вот этими астрологией, со всеми остальными. Вот таким путем. Но это же тоже путь мудрости. В поисках знаний человек приходит к тому, что может незнание. Да, для меня таким образом отрывалась реальность невидимого мира, что он есть. Потому что до этого я смотрел достаточно естественно научно, что вот как бы в космос все летали, никакого Бога там нету, и все. Ну, просто связано с незнанием евангельской, ну, такой настоящей религиозной литературы. Но культура, это конечно путь к Богу. У меня есть знакомые, которые изучали философию и говорили о том, что вот всякое философское, религиозное учение это ограничение, пока наконец, так сказать, вот не вышли на то, что другого варианта нету и стали христианами. Такой философский путь. Есть знакомые иконописцы, которые задумывались о том, что же было в голове у Андрея Рублева, как он мыслал, что рисовал, писал такие иконы. И таким путем тоже вот как бы они вышли вот в эту область. Культура, это однозначно путь к Богу. То есть, в этом смысле, рассказ даже апокрифический, выдуманный, поздний и легендарный, это все равно своего рода такое паломничество к... Я бы сказал, что здесь два момента, даже три, наверное. Первый момент, это, наверное, да, преддверие основной истинной веры. Второй момент, это для тех, кто уже находится в вере, это в вере, это утверждение ее, потому что вот эти вот детали, они дополняют ту картину, которая у него уже сложилась. Ну, а третий, наверное, это педагогический, может быть, вот, ну, тоже для тех, кто уже в вере. Спасибо. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная ветхозаветному апокрифу, эфиопскому сказанию о встрече царя Соломона с царицей Савской. У нас сегодня в студии были библеист Павел Валерьевич Герасимов и историк из Института Востоковедения Михаил Юрьевич Рощин, который огромное спасибо вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»